друзья всем салют на улице минус 10 но у нас это не пугает кто быстро переоделся тот молодец печечка топится дровишки сохнут сегодня по плану устанавливаем брызговики нога 66 вкидываем запаску и фиксируем гамак на его заводское место ну и всякие мелочи то есть попробуем чуть-чуть шишеку подготовить чтобы она уже была на финишном этапе где-то что-то может подмажем подкрасим если что-то где-то не докрасили вот такие планы сегодня так что присаживайтесь поудобнее мы начинаем итак какая работа сегодня нам предстоит нам нужно установить два брызговика на кабину на саму вот так они становятся отверстие уже здесь есть вот так вот они установлены советские инженеры друзья это инженеры с великой мыслью и светлой головой они продумали вот здесь такой крючочек который при наличии вот здесь отверстия в брызговике да можно брызговик вот так взять поднять и зафиксировать на этот крючочек смотрите видите как он выглядит вот такой кругленький и ты берешь брызговик сюда куль если где-то нужно по бездорожью ехать либо возможно для обслуживания машины чтобы брызговики не мешали вот это придумано вот что нам нужно сделать нам нужно изготовить вот такую полоску которая будет прижимать то есть таких две нам нужно на эту сторону и на ту сторону и потом нужно нам еще сделать задние брызговики как вы можете наблюдать они покороче поменьше размером там коротенький с той стороны у нас стоит единственные кстати на всем гаше шесть а с этой стороны у нас брызговик атором но у меня вот зиловский остался в запасе и зиловский будем использовать единственное что он был чуть порван и он будет чуть короче чем тот чуть-чуть буквально тут получается на 7 миллиметров примерно вот но этого визуально не будет заметно потому что они ну с большего одинаково но визуально этого не будет заметно вот так что такая работенка нам сейчас предстоит и начнем мы с того что изготовим планки две штуки которые будут держать передние брызговики и так было найдено вот такая вот деталюга это явно 2 6 она у нас получается 41 миллиметр это как раз достаточно для того чтобы нам вот вырезать две шинки на два брызговика поэтому наносим полосу и пилим так друзья отпилил и как всегда сами видите китайские круги прям писеются когда видится ссср овская железо он он уже почти вот это самая важная кромка которая начальная почти умерла сейчас мы берем просверливаем одно отверстие и второе крепим на кузов и и потом уже по кузову изнутри просверливаем остальные и торцуем нашу планку так разметил все четыре отверстия вот на четырех у нас будет крепится брызговик сейчас их просверлю крепим 2 2 просверливаем здесь закрепляем и красота друзья по такому же принципу разметил вторую шинку отрезали от торцевал в принципе уже две шинки у нас готовы наперед так сейчас проходим их прокрашиваем усики я тоже зачистил чтобы нам не потом не царапаться ну заусенцы вот болгарки вот сейчас прокрасим внутреннюю часть которая будет брызговику ну чтобы не ржавела вот подождем пока высохнет чуть-чуть и будем устанавливать подготовим сейчас болтики смазочку и будем устанавливать чтобы уже у нас было все красиво растворителем протираем чтобы они были чистенькие и красивые все сейчас будем уже устанавливать и так торжественный момент устанавливаем брызговик краска не засохла друзья хрена не сохнет блин холодно у нас тут однако ой вот так есть сейчас смазываем мавилью и закручиваем те дальние вот уже конкретно так финальный болт друзья вот так выглядит наш брызговичок я уже сразу вам снял финальный этап финальный этап он всегда самый красивый мавилькой обязательно смазываю болтики обычный мавилью вот такой банки чтобы потом когда вы вдруг вам нужно будет открутить чтобы вы беспроблемно это сделали не задумываясь над тем что это крутить все по обломается мавилькой смазали ничего не обламывается проверено опытом ну так выглядит по моему очень красиво все погнали на ту сторону ну вот так выглядит у нас теперь шишига с передними брызговичками вот тоже красивенько выглядела мавилькой болтики смазал все аккуратно все теперь осталось нам просверлить здесь два отверстия чтобы брызговики закидывались сейчас мы попробуем это сделать так сделал здесь отверстие на 4 посмотрим шарик сам на сей посмотрим как он отлично вот так видите продумано как сделано сейчас то же самое сделаем с той стороны неоднократные попытки открутить потерпели фиаско сожалению в этот раз качество ссср нас подвело и пришлось отпилить болгаркой все просверливаем брызговик новый и будем ставить обязательно зачистим здесь там и подкрасим чтобы не ржавело в общем устанавливаю выглядит все будет красиво болтики новенькие просто по красоте в общем обязательно мавилька да как обычно работа кропотливая которую делать нужно не спеша потихоньку помаленьку почему потому что вы сами понимаете это такая работа не для нервных людей плюс еще холодно ну вот так потихоньку больше вас не буду мучить соберу и обязательно вам сниму как будет выглядеть ну друзья вот так выглядит брызговичок один второй теперь шишига уже выглядит такой как более менее красивый вариант также передние брызговички видите ну одним словом красота сейчас установим запаску и уже будем переходить в кабину и так берем головку на 30 обычным рожковым ключом тяжело ну как бы полевых условиях реально а 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 вот так сколько заняло ну недолго правда теперь берем вот эти фиксаторы нажимаем они крутятся у нас от руки они здесь на 22 вот зажимаем эти уже пожестче и теперь у нас будет запаска на месте фишига фишига уже почти готово все я не думаю что куда-то денется это колесо таким образом гашер 6 у нас почти готов уже для того чтобы залить в него тасол и принципе чтобы он стоял у нас на улице чтобы ждал выезда вот единственное место я вам не показывал где у нас идет большая утечка это вот где термостат установлен вот в этом месте патрубок подтекает нужно там купить два хомутика новых их просто поменять у меня к сожалению их нету куплю антифриз и поменяем этот хомутик и зальем уже антифриз чтобы машина была готова если что вы ехать вот но сейчас смотаем гамак и установим тюнинг вот он наш гамак так к сожалению так друзья вот он наш гамак так красавец да наша задача сейчас его отсоединить там также снять крепление здесь скрутить и и повесить сзади задней части в качестве постоянно висящего элемента вот такая задачка погнали начинаем с того что разъединяем здесь вот так затем снимаем там ну а теперь скручиваем гамак аккуратненько аккуратненько сейчас освещение пока так скручиваем гамак снимаем его отсюда и снимаем отсюда наверное эти нужно раскрутить да эти по ходу тоже нужно он сюда и встанет в общем крутил я его крутил ребят закрепим вот так вот да и все я по-другому здесь не вижу как его закрепить но а надо закручивать все его здесь будет у нас болтаться красота вот так он будет как-то у нас висеть походном положении еще вот эти крючки ребят если кто знает для чего они с резьбой здесь на 10 здесь и там вот один напишите в комментариях так но сейчас попробуем закинуть сюда защитный чехол у нас есть такой зимний на капот двигателя нашего вот так выглядит чехол красивенький новенький посмотрим как он будет становиться у нас ну так как то как то так получается сюда одевается на эти на защелке как вот ну он еще чуть-чуть не улежался естественно должен улежаться потому что он валялся никто его не ставил ну смотрите вот так это все выглядит грязненький протрем ничего страшного но вот так она выглядит там наш гамак здесь чехол все на месте он потом еще уляжется подправим его установил также щетки смотрите номер поставил и сейчас будем выгонять шиши шишигу будем ставить на улице она будет уже там стоять и ближайшее время займемся ремонтом урала уралу тоже накопилось много работы поэтому сейчас туда оставим шишигу и будет стоять заводимся а 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 ну а ну вот друзья на этом сегодня все как вы видите я сейчас 6 уже на улице это что означает это означает что ближайшее время мы займемся уралом урале под накопилось дел вы тоже подустали уже ждете ждете урал скорее бы урал ближайшее время мы займемся чуть-чуть сейчас потеплеет у нас у меня день рождения ближайшие дни поэтому я чуть-чуть отдохнул и с новыми силами мы займемся уралом не забывайте про группу вконтакте огромное спасибо что смотрели это видео всем хорошего настроения удачи хороших людей вам на жизненном пути всего 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 самого наилучшего и пока